Вот посмотрите, видите, все плесень пошла. И что самое интересное, то что вот пятна проходят, то есть это немного погодя, то есть это еще больше упадет, она и дальше будет чернеть эта стена. После 9 лет ожидания жилья сплошное разочарование, ведь плесень негативно влияет на здоровье. К слову, квартиру предоставило региональное жилищное управление, но когда появились проблемы, говорить не хотели, рассказывает Василий. Мол, дареному коню в зубы не смотрят. И не смотрел бы, говорит молодой отец, если бы жил один. У нас сейчас сырость дома, да, плесень, вот это все. У нас маленький ребенок, он этим дышит, а это же в принципе, это и недолго, ну, туберкулез можно подхватить, а это для ребенка-то это вообще, ну, сами понимаете. От сырости, к слову, страдают все жильцы дома. Они заверяют, что здание буквально заражено плесенью. И действительно, в соседней квартире картина примерно одинакова. На руку и в той комнате, тоже в спальне, точно так же. Обивание порога жилищного управления, по словам мужчины, закончилось тем, что в организации предложили для начала химическую обработку квартиры от плесени. Теперь семье придется на некоторое время переехать в съемное жилье от РЖУ. Каким она будет, Андреевы признались бояться загадывать. И только в мае организация пообещала исправить проблемы и, возможно, утеплить швы. За эти деньги, которые выделал государство на покупку жилья, они могли бы купить вполне, в принципе, в кирпичном доме, и не в панельном, и не во вторичке, а даже в новом можно было за эти деньги взять. Юристы уже в таком случае для начала советуют обратиться к независимому эксперту, специалисту, который зафиксирует дефекты в квартире. Заключение, составленное письменно, ответственным лицам игнорировать будет сложнее. Одним из пунктов в заявлении на имя РЖУ, то есть того субъекта, который представил эту жилплощадь, я бы поставил вопрос о предоставлении альтернативного жилья не на время, а в принципе. Понимаете, о чем я говорю? Не на время ремонта, а в принципе. Если данный многоквартирный дом поражен грибком, имеет некачественные швы, межпанельные, еще что-то, ну представьте тогда, пожалуйста, новое. Однако подобное заявление, по словам Андреевых, в РЖУ сначала не приняли, и когда дело дошло до прокуратуры, организация пригрозила ответным иском, якобы глава семьи препятствует обработке квартиры от плесени, что тоже нарушение закона. А вопрос о новом жилье был благополучно забыт. Тем временем прокуратура Новоалтайска взяла это дело под контроль, а мы продолжаем следить за разбитием событий. Анна Рашагирова, Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.